Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду, а также делимся опытом проживания. Утро еще одного дня. Еще не вышло солнце. Отлив. Но не такой большой, как в предыдущие дни. Ну, понятно, меняется. Бухта вообще, конечно, мелковатая. Сегодня мы уезжаем в Скалипи и доезжаем до пирса Пагбара и дальше едем в провинцию Транх. Это новая для нас провинция. Это уже последняя южная провинция, в которой мы еще не были на юге Таиланда. По дороге в Транх мы посмотрим достопримечательности провинции. На табличке перед нами название пирса, откуда мы уезжаем на материк. А вот эта очередь выстроилась на паспортный контроль на Ланкаве. Видите, сколько желающих прокатиться. Находимся на границе двух провинций. провинции Сатун, вот где мы стоим, и на противоположном берегу провинция Транх. Четыре реки тут сливаются в одну вот эту реку и идут в море. Ну, а мы едем дальше в провинцию Транх. Находимся в провинции Транх. Один из пляжей Транга называется он Чао Май. Ну, простой, обыкновенный пляж. Правда, дорога идет немножко от пляжа. Ну, и набережной нет. Песочек проваливается. Острова Транга. Перед нами остров Крадан. На острове есть отели, белоснежный песок. Но там нет ни магазинов, ничего. Но при отелях есть рестораны. Расстояние до материка 10 километров. То есть самостоятельно можно доезжать и отдыхать там. Расстояние небольшое. Дальше мы в тумане видим Каланту на горизонте. Ну, конечно, это не остров в провинции Транх. Но все равно видно. Перед нами еще один пляж. Транга называется Пакмен. Ну, это один пляж просто переходит в другой. Но этот пляж более цивилизован. Здесь можно поесть. Здесь есть отели. Ну, и люди есть, конечно же. Ну, а мы поедем дальше. Поедем в сам город Транх. Вон какая оживленная улица. Вареная кукуруза есть. Ну, в принципе, все как обычно, как на всех пляжах. Жареная рыба. Ну, она же в кляре. А вот и такая, без кляра. Бананчики. Взять бананчиков, что ли. Ну, мы подумаем над этим предложением. Вот они какие крады. Креветка. Все в кляре, правда. Ну, и так далее. Хеллоу. Вон она, рыба какая. Приехали в город Транх. Заселились. Вот этот отель. Он называется Квинт Транх Отель. Очень недорогой. 471 бат. Правда, мы платили заранее. Пойдем прогуляемся по городу. Еще одна южная провинция, в которой мы не были, это провинция Транх. Мы находимся в центре одноименного города, города Транх. За моей спиной известная достопримечательность этого города. Это круговой перекресток, выполненный вот в таком красивом стиле. Главное украшение этого перекрестка – это Дюгони. Дюгони вообще встречаются в городе на каждом шагу. Как известно, у любой тайской провинции есть своя какая-то характерная черта, своя особенность. И Дюгони – это характерная особенность провинции Транх. Заехали мы сюда по пути домой и решили остановиться, допустим, переночевать, посмотреть город и понять вообще, стоит ли эту провинцию, заезжать ли стоит. Потому что среди массового иностранного туризма эта провинция очень малоизвестна. Разве что острова этой провинции известны. Вообще в провинции очень много различных пещер, природных достопримечательностей, национальных природных парков и одних самых красивых, как говорят, островов. Это вот остров Радан, который входит в десятку самых красивых островов мира. Поэтому захотелось посмотреть вообще на провинцию. Но первое впечатление очень приятное. Город нам вот мы прошли тут совсем немножко, уже нравится. Ну и как в любом городе, в Транхе тоже есть свой рынок. И он находится прямо рядом с Дюгониями. Пойдем посмотрим, что продают. Ну что, рыба. Рыбу, кстати, брали. Вкусная. Посмотрим, что дальше тут. Музыка, правда, играет. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас я тут прервусь. Ну, в общем-то, все как обычно. Все тайские блюда. Тряпки. Кругом музыка. Вот это очень плохо, конечно. Музыка. 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 И рыба всех сортов. Галеная, жареная, пареная. Папайя, 25. Можно взять бы на обратном пути. Ну, все, все, все. После Калипи кажется изобилие. Мало того, что это изобилие, так еще и очень ежево. Музыка. Так. И опять папайя. Сколько манго тут интересно стоит? Ой, манго. А, ну да, правильно, манго. Ну что же, тараканы, вот, пожалуйста, личинки. Все очень вкусное. Не только для... Ах, а какие чины. Ох, варится, жарится. Ну что, тут клярит что-то? Курица. Так. Клубника миленькая. О, пожалуйста. Какие пушкорожные. И снова рыбка. Всех салков. Эх. Вон она печется, жарится, варится. Пчина. Разные-разные блюда. Мясо есть. Ребра. Так, ну ладно, как-то пока не охота. Мы поели. Тут всякие-всякие блюда. Так, лапша. Сосиски, кальмары, морепродукции. Вон цены какие. Тридцать-банка. Ха, анакалипе такой. Восемьдесят. Кальмары, я имею ввиду. Что-то наливают ценное. Это тесто, по-моему, жарить будут. Да. Ну, вроде как, все. Здесь просто сидят, едят. Тупчики. И снова, снова сушеная рыба. Ну, в общем, все. Вот такие вафельки тут продают. Очень хорошие. Муниципалитет города. Ну, и портрет короля. Ну, и вот так выглядит само здание. Ну, и скорее всего, это адмирал Чумпон. Перед нами городские часы. Ну, обычно их устанавливают в центре города. Здание центра города. Ну, в общем-то, идет, конечно, реконструкция, но выглядит довольно солидно. Да, надо сказать, что город находится в 40 километрах от моря, от побережья моря. Ну, явно, что на выходные народ ездит отдыхать на море. И впереди мы видим отель, в котором остановились. Он находится в центре города. Подошли поближе к отелю. Красиво смотрится улица. И майны орут. Обалдеть просто. Очень интересные здания здесь, конечно. Часть старинных зданий. Просто сейчас темнеет уже. Утро еще одного дня. По-моему, сегодня 15-й день нашей поездки. Сегодня мы в Странго переезжаем в Чумпон. Солнышко встает. Позавтракаем. И вперед. Народу еще пока на дорогах мало. Вот она, Каэль, которая орет. Вон она, перепрыгивает. Собака ушла вниз. Пляж Туалэн, Чумпон. Красиво. Солнышко светит. Вода прозрачная. Так и хочется сказать. Чем не Калиппи? Ну, только что кораллов нет. Сейчас посмотрим воду. Кораллов нет. А вот, камень почти как коралл. Вода чистейшая. Вот она. Да вода теплая какая. О-о-о-о. Забрызгивает. Но ничего. Утро еще одного дня поездки. Чумпон. Пляж Туалэн. Сюда мы приехали еще позавчера. Но вчера решили просто отдохнуть. Сегодня мы уезжаем отсюда и едем к Чам. Дымка еще над морем. Народ вышел погулять. Вообще море здесь, конечно, красивое. Но сильно бьет волна. По дороге из Чумпона в Чам заехали в Хуахин. В Хуахине мы были несколько раз. Но в этом парке никогда не были. А так как у нас есть время, мы решили заехать в парк. И посмотреть его. Заодно показать вам. Парк Семи Королей в Хуахине. Это такое интересное место. Что, если, предположим, сюда приезжает неподготовленный, самостоятельный путешественник, ничего не знающий его и по истории Таиланда, или знающий немножечко, то получается, что, ну да, короли. Какие-то короли Сиама. Очень большие, 14-метровые, выполненные из бронзы. А что, о чём и почему, становится непонятно и, соответственно, неинтересно. Поэтому для зрителей нашего канала мы немножечко приоткроем, так сказать, историю этого места. Во-первых, почему именно эти семь королей? Это определённые вехи в развитии, в становлении тайского государства. То есть выбраны они совершенно не случайно из всех королей. Вот эти семь. Первый. Это третий сухотайский король. Король Рамкамен Великий. Как известно, Сухотай – это первое тайское государство. Ему приписывают создание тайского алфавита. Но вообще есть история о том, что начал собирать тайский алфавит его отец. Кроме того, им сделаны первые записи тайской истории государства. И это тот король, который расширил своё маленькое королевство в северо-центральной провинции нынешнего Таиланда до огромных размеров, почти до территории современного Таиланда. Следующий король – это любимец народа Нарисуан Великий. И мой любимец, я уже рассказывала об этом короле у нас на канале. Это король, чьё имя окутано преданиями и легендами. Это король-воин, король-освободитель. Это аютайский король середины XVI века, который на долгое время, больше ста лет, освободил Аютаю от берманского нашествия. С этим королём связана известная история о петухах. И где бы мы ни были, во очень многих местах мы встречаем этого короля. Именно этот король расширил границы тайского государства до территории большей современного Таиланда. Ещё один король – это король Нарай. Это тоже Аютая, это середина XVII века. Именно на правление этого короля пришёлся рассвет аютайского государства. Самый пик этого рассвета. И ещё одна важная особенность правления этого короля – именно он начал дипломатические отношения с европейскими странами. Токсин Великий – объединитель тайских земель. Именно он объединил земли тайских королевств после того, как распалась Аютайская империя. Неистовый борец с берманцами, именно благодаря ему королевство после падения Аютаи собралось вновь, и была освобождена большая часть территории от берманцев. Дело Токсина Великого по освобождению тайских земель от берманцев продолжил Рама I, основатель нынешней династии Чакри. Тот самый человек, который освободил нынешний Таиланд от берманцев, поставил точку в этом деле, и который основал Бангкок, основал Королевский дворец, в который сейчас возят туристов. Главной изюминкой и центром Королевского дворца является храм Изумрудного Будды. Король Мангут, или Рама IV, король, которого называют отцом тайской науки. Именно он приложил максимум усилий к развитию образования в своей стране, практически положив начало образовательным учреждениям. Этот король обладал даром предвидения, и он предвидел, что стране необходима модернизация, стране необходимо развитие в конве современности того времени. И поэтому он еще развивал также отношения с европейскими странами, беря все самое лучшее, но при этом придерживался буддистских канонов, пытался соединить модернизацию с буддизмом. Король Чулалункорн, или Рама V. Это один из любимцев тайского народа, которые очень гордятся этим королем. Главный дар этого короля – это дипломатические способности, таланты, которые он приложил по максимуму во время угрозы колонизации европейских государств. Именно его таланты превратили страну в буфер между колониальными землями Великобритании и колониальными землями Франции. И поэтому, конечно, этот король особо почитаем в Таиланде. Кроме того, мы знаем, что у этого короля были очень талантливые дети, принцы Чумпон и принц Лабури, о которых мы тоже в этой серии говорили. Перед королями открывается огромная площадь. Эта площадь была построена королевской армией на государственные пожертвования, пожертвования государственных организаций и на частные пожертвования. На этой площади проводятся различные военные парады, принимаются делегации иностранных государств и проводятся большие мероприятия для гражданских лиц. Вот таким образом в истории отдельных тайских королей отразилась история всего государства. Вообще, надо сказать, что парк большой и по территории парка ходят вот такие автобусы. Ну, мы решили пройтись пешком. Кругом высажены пальмы, впереди парковка, ну и главное здание. И вот такие красивые цветочки посажены в парке. С Чумпона переехали в Чам и поселились вот в этот отель. Называется он Тан Тан Ризот. Большая территория у отеля. Вообще, этот отель находится не у моря. Вообще, в Чам едут для того, чтобы полюбоваться морем и покупаться. Но мы в этот раз решили не ехать в Чам к морю. Мы решили поехать за основную трассу и поселиться вот в этот отель. Почему именно в этот отель? Потому что здесь природа, красота. Посмотрите, какие номера. Это тот отель, в котором я прочитал отзывы, что птички не дают с утра спать. Но завтра посмотрим, сейчас уже закат. А вот в этом номере поселились мы. Здесь машина, парковка, вон прям машина под крыльцом. И самое, что здесь хорошее, это сразу зеленое поле. Народ тут работает. Вон травку косят. Ну, на поле вода вижу. И тут же дерево золотого дождя, вот это желтое, это символ Таиланда. Вот оно как выглядит. Вон одни косят травку, а другие убирают. Номера хорошие. Большие окна, ну, чтобы смотреть на природу. Да, красиво здесь, конечно. Это другой чай. Вот наш номер. В общем-то, нормальный номер. Телевизор небольшой. Цена номера 857 бат. Но мы бронировали на букинге. Возможно, если приехать сюда, то будет дешевле. Душевая, нормальная душевая. Вот, в общем-то, и все. Холодильник небольшой. Ну, пойдет. Сколько птиц. Ну, боюсь спугнуть. Подошел, слышу, Джек. Саплив. Зааплив, зааплив. Саплив. Звучит музыка. Звучит музыка. Наши отель ничего не скажешь. И птички, конечно, с утра поют. Народу в отеле много. Вон, видите, какой ряд машин. Недалеко от отеля храм. И слышно, как идет молитва. Ну, а мы сегодня переезжаем. Сейчас мы уже домой. Заканчивается наше путешествие. Завтракаем и в путь. Заканчивается наше путешествие. Заканчивается наше путешествие. Заканчивается наше путешествие. Заканчивается наше путешествие. Заканчивается наше путешествие.